Толщиномер A1208 можно настроить так, чтобы он сигнализировал оператору, когда толщина объекта не соответствует нормативу. Это очень удобно, когда, например, идет проверка партии однотипных деталей. Благодаря функции автоматической сигнализации дефекта, вам не придется считывать каждые показания. На объектах, толщина которых не выходит из заданных вами границ, показания будут отображаться в обычном режиме белым цветом. А вот если вдруг стенка изделия окажется тоньше, либо толще заданного норматива, показания на экране отобразятся красным цветом. Если включены функции звук и вибрации, вы услышите также звуковой сигнал и почувствуете дрожание корпуса толщиномера. О том, как включить эти функции, смотрите в теме настройки пользователя. Чтобы активировать функцию ASD в любом визуальном режиме, сначала надо задать допустимый диапазон толщины. То есть определить, насколько толщина объекта может отклоняться от номинала как в большую, так и в меньшую стороны. В визуальных режимах норма и память минимально допустимая толщина задается в меню настройка, в строке границы от. Нажимаем клавишу с треугольником под надписью «Редактировать». Цифра в конце строки стала активной. Клавишами влево и вправо перемещаемся по разрядам числа. Клавишами плюс и минус изменяем значение. Нажимаем клавишу «Ввод», чтобы сохранить изменения. Теперь клавиши «Вниз» перемещаемся на строку границы «До». Здесь мы задаем максимально возможное значение толщины. В визуальном режиме «Допуск» допустимое отклонение от номинала в меньшую сторону задается в меню «Настройка» в строке «Допуск нижний», а максимальное отклонение в большую сторону в строке «Допуск верхний». Чтобы активировать саму функцию автоматическая сигнализация дефекта, сокращенно ASD, переходим на строку ASD и нажимаем клавишу с треугольником под надписью «Снаружи». Можно сделать так, чтобы сигнализация дефекта срабатывала, когда толщина изделия вписывается в заданные границы. Для этого надо перейти на строку ASD и нажать клавишу с треугольником под надписью «Внутри».